Музыка Прежде чем продолжить разговор о музыке эпохи барокко, давайте вспомним, а что это за стиль. Надо сказать, что Бах не имел ни малейшего понятия о том, что он ярчайший представитель эпохи барокко. Раскладывать все по полочкам и втискивать творчество в жесткие рамки того или иного изма – это свойство мышления 19-го и 20-го веков. Кроме того, конечно, один стиль не сменяет другой в одночасье. Одновременно мирно или не очень мирно могут существовать разные художественные направления. Слово барокко появилось в европейских языках довольно давно. Сначала его использовали португальские моряки для обозначения жемчужины неправильной формы. Потом оно приобрело более широкий, но негативный смысл, как определение чего-то грубого и неуклюжего. Позднее это слово превратилось в термин для обозначения наивысшей точки развития чего-то ни было. И лишь к концу 19-го века оно приобрело то значение, к которому мы привыкли, а именно как эпоха и художественное течение 17-го и 18-го веков. Трудно точно определить, когда господствовала барокко. В разных странах и в разных видах искусства оно проявлялось по-разному и в разное время. Но если как направление в живописи и литературе его стали выделять в середине 19-го века, то о барокко в музыке заговорили лишь в 20-м. И вплоть до 1960-х музыковеды спорили, относить ли того или иного музыканта к этой эпохе или нет. Считается, что в музыке эпоха барокко началась в 1600 году и продлилась до 1750-го. В этот год умер Иоганн-Себастьян Бах. Так что можно сказать, что с его уходом закончилась барокко. Но это, конечно, очень условно. Другой яркий представитель барокко Георг Фридрих Гендель пережил Баха на 9 лет, Жан-Филипп Раму на 14, а будущему венскому классику Йозефу Гайдну в этот год было уже 18. Динамичность, пышность форм, величественность, внимание к многочисленным деталям, яркая эмоциональность, стремление потрясти душу, преувеличение символа, аллегорий – вот характерные особенности стиля барокко. Неожиданные метафоры, олицетворения, гипербола, аллюзии, ассоциации. С помощью всего этого художники барокко творили новую реальность, которая проникла во все сферы человеческой жизни. Женщины эпохи барокко затягиваются в корсеты и носят неестественно широкие юбки. Мужчины бреют бороду и усы и надевают умопомрачительные парики. Быт оформляется в соответствии с изысканным этикетом. На обеденных столах появляются вилки и салфетки. Все события в жизни обставляются с роскошью и помпезностью. Мы, конечно, говорим о высших слоях общества. Если в интерьерах вы видите обилие позолоты, лепнину, мрамор, барх, фрески и гобелены, струящиеся покрывалые балдахины с кистями, знайте, перед вами барокко. Кстати, многие оперные театры, которые создавались в то время в крупнейших европейских городах, оформлялись в стиле барокко, что логично, потому что именно барокко мы обязаны становлением оперы. Ярчайший пример – Марк Графский театр в Баварском Байройте. Человек эпохи барокко – это мыслитель. Барокко облагораживает естество с помощью разума. К концу XVII века развивается естествознание в современном понимании. В крупных европейских городах открываются научные общества и академии наук. Работают ученые. Лейбниц описывает двоичную систему счисления, которая используется в современных компьютерах. Ньютон открывает закон всемирного тяготения. Паскаль основывает математический анализ. Галилей доказывает, что Земля вращается вокруг Солнца, а Левенгук впервые рассматривает микроскоп бактерий. В архитектуре мы видим пышную отделку, многообразие, частую смену геометрических элементов, световые эффекты, огромные окна, бозоны, скульптуры. Певец барокко в камне – Джованни Лоренцо Бернину. Пьяца Сан-Петро, площадь Святого Петра в Ватикане – его рук дело. Европейские города наполняются роскошными дворцами, просторными площадями, живописными парками. Восхититесь фонтанами пьяца Новорна в Италии, Люксембургским, Версальским дворцами во Франции, Свингером в Дрездене, Шорненом в Вене, Российским Петербургом. Прекрасные дворцы окружены не менее прекрасными парками и садами. Они устроены на разных уровнях, соединенных лестницами с балюстрадами. Преобладает регулярный стиль, когда планировка геометрически выверена с выраженной симметричностью. С дикой природой у них мало общего. Кругом обилие камня. Фонтаны, павильоны, статуи аллегорических фигур, нимфы, сатиры, боги и богини, садовые театры, ниши. Завозят экзотические растения. Кронам деревьев придают причудливые формы. Великолепие в красках и ароматах. В шлимописи в моду входит парадный портрет. Правители изображают в окружении античных богов. Предпочитают мифологические и религиозные сюжеты. Излюбленные темы барочных художников – ванитас, аллегорические натюрморты, напоминающие о бренности бытия. Тут особенно преуспели фламанцы. И ведут им городские пейзажи. Художников барокко вы хорошо знаете. Рубенс, Рембрандт, Караваджи, Веласкес, Вермеер, Халс, Гвардия, Тьеппо, Лаканалетта и многие-многие другие. Писатели видят реальный мир как иллюзию, как сон. Текст пестрит символами, метафорами, театральными приемами, риторическими фигурами. Героями становятся путешественники, переживающие удивительные и порой нереальные приключения. Персонажи литературы барокко – Гулливер, Мюнхгаузен, Робинзон, Крузо. Все, о чем мы говорили раньше – динамичность, величественность, эмоциональность, символичность – все это мы находим и в музыке. А какая она в музыках эпохи барокко? Прежде всего – тональная. Именно в эпоху барокко в музыкальном языке установилась тональность как система, в которой звуки организованы иерархично. И все подчинено главной ступени – первой – или тонике. Об этом написал в своем теоретическом труде замечательный французский барочный композитор Жан-Филипп Рамо. Иными словами, в эпоху барокко утвердился язык гармонии, на котором разговаривала музыка на протяжении следующего, XIX века, и во многом говорит и поныне. И именно в эпоху барокко в музыке стали главенствовать два лада – мажор и минор. На возрождении музыка барокко унаследовала полифонию, многоголосие, но распорядилась ее по-своему. В эпоху барокко строгая полифония сменилась свободной. Если мелодия ренессанса подчинялась возможностям человеческого голоса, движение было плавным, и сама мелодия довольно нейтральная и лишенная каких бы то ни было аффектов, то теперь музыкальная тема стала рельефной, самобытной и драматичной. В эпоху барокко полифония достигла своей вершины. К концу XVIII века она стала уступать место гомофонии – мелодии с аккомпанементом. Венец развития полифонической музыки – фуга. Сложная форма, в которой два или несколько голосов проводят и развивают по особым законам одну тему. Появляются произведения для ансамбля из нескольких инструментов и оркестра. Кончерта Гросса – большой концерт для оркестра с Жаном Барокко. Заложенная в мировоззрении эпохи драматичность рождает с одной стороны ораторию и кантату, крупные произведения для солистов, хора и оркестра, основанные на каком-либо сюжете – первоначально религиозном, а потом и светском. А с другой стороны – оперу, о чем мы уже говорили. Предпосылки для появления оперы сложились, конечно, раньше. Первые оперы появились на рубеже XVI-XVII веков, но именно в эпоху барокко музыка перестала просто поддерживать и усиливать слово. Теперь она выступает на передний план. Танцевальная сюита – тоже очень барочный жанр. Конечно, люди танцевали и прежде, а традиции исполнять несколько танцев подряд появилось намного раньше. Но в эпоху барокко сформировалась старинная сюита, построенная по особому принципу и включающая уже не любые танцы, а определенные и в определенном порядке. О старинной сюите мы еще поговорим. В первой нотной тетради Анны Мгодолины Бах собраны пьесы, которые позже вошли во французские сюиты. Кстати, так назвал их вовсе не Бах. Один из этих танцев – Алеманду – вы сейчас услышите. Как правило, Алеманда открывала танцевальную сюиту. По-французски «Алеман» значит немецкий. Скорее всего, она пришла в европейскую музыку из Германии. Для этого танца характерно двухдольности, плавное шагообразное движение. Это так называемый ба-данс – низкий, то есть без прыжков. Это скорее танец шествия, но очень галантное и изысканное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok